простыми словами и красивыми кадрами о том что стильно это beauty time на 31 всем здравствуйте вы смотрите beauty time и прямо сейчас предлагаю отправиться на нашу телевизионную кухню за очередным рецептом полезным рецептом а других у нас программе и не бывает что сегодня приготовила ведущая гастрономической рубрики катя пошлина прямо сейчас узнаем морская капуста всем она известна по консервам которые продаются в магазине капуста в железных банках или в банках пластиковых с какими-то добавками вот а сегодня катя расскажет нам как можно эту капусту приготовить самостоятельно чтобы она была еще полезнее морская капуста или она же ламинария японская продается вот в таком сухом виде пакете ее можно самостоятельно сварить и мы сегодня будем делать салат из нее нашем регионе есть у людей недостаток йода проблемы с щитовидной железой а главное главный бонус от ламинарии это повышение йода в организме ну плюс конечно очень много полезных микроэлементов и витаминов поэтому салат у нас получится полезный насыщенный йодом микроэлементами и витаминами и к тому же он низкокалорийный как я могу предположить конечно а для начала нам необходимо отварить ламинарию в отличие от водорослей вакаме мы уже показывали один раз салаты из этого продукта так вот в отличие от вакаме ламинарию нужно отваривать в течение 30 минут вообще примерно в 15 раз ламинария увеличивается в воде поэтому мы возьмем 18 объемов воды для нашего объема ламинарии насколько я поняла салат он не сложный основное время занимает как раз процесс отваривания ламинарии вот а что какие еще ингредиенты в составе перпеленые яйца можно обычные яйца мы решили взять более полезные чистые чесночок раздавим и петрушку порежем и потом это все посолить нужно будет добавить масло зелень принципе можно брать любую до для этого салата не базилик наверно только потому что он такой очень специфический а здесь и кинза и ну и укропчик проб а вообще еще многие азиатские блюда с кинзой до делаются поэтому муки на петрушка за петрушка можно на этом остановиться чеснок и пряности для таких блюд как нельзя кстати потому что конечно же у ламинарии есть специфический запах морских водорослей рыбный запах и конечно его хочется немножечко перебить и заглушить поэтому лимоны чеснок травы желательно свежие все это будет как нельзя кстати для подобного рода салатов принципе перепели на яйцо но наверное в двух видах только либо целая либо половинка ну да его уже меньше не хочется резать тоже она создает в принципе блюду эстетику какую-то красиво в процессе приготовления рекомендуется водоросли подсолить в процессе варки можно это конечно сделать и потом но учитывая сколько воды они впитывают в себя чтобы этот процесс все-таки был такой вот постепенный чтобы соль была не сверху а внутри поэтому лучше солить в тот момент когда она варится дальше собираем да да мы просто все миксуем и заправляем маслом почему именно собственного приготовления ламинария более полезны это потому что в готовой в консервированной много сахара уксуса но вообще всякие добавки для того чтобы она дольше хранилась здесь мы сделали себе порцию салата столько сколько нам нужно съели без консервантов без лишнего сахара и получили только полезные свойства и полезные вещества и а получается что в сухом виде она хранится очень долго это водоросли ну и в принципе можно делать компоновки такие как нам нравится они такие которые предложили производители консервы масло также можно любое до нашем случае оливковое можно добавить лимонный сок чтобы тоже придать определенную кислинку этот салат делать очень легко а пользы от него ощутимо много к тому же практически отсутствуют калории их минимум при такой пищевой ценности и при всей своей насыщенности это все-таки низкокалорийное блюдо в общем одни сплошные плюсы да я вас приветствую в пиццерии перчик каждый сезон мы обновляем наше меню и сегодня мы поговорим о новинках новинка пиццерии перчик пицца баланес соус томатный помидоры перец болгарский лук маринованный куриные трикадельки сыр фета сыр моцарелла и соус барбекю петре перчик представляет новинку пицца песто фирменное тесто сыр моцарелла курочка копченая сыр петта помидор черри и изюминка этой пиццы соус песто мы ждем вас перчики попробовать наши новинки а также полюбившиеся вам блюда вы смотрите beauty time программу о красивой здоровой и счастливой жизни как на все это влияют инновации в медицине узнаем прямо сейчас в современном мире отслеживается тенденция более позднего материнства успешные женщины часто заводят детей после 30 а то и после 40 лет врачи при этом настаивают на том что в зрелом возрасте как бы не заботилась о своем здоровье женщина качество яйцеклеток становится хуже что повышает риски невынашивания а то и вовсе бесплодие никакие программы никакой образ жизни даже если женщина выглядит прекрасно не изменит качество яйцеклеток и конечно же количество то есть это процесс генетически детерминирован и заложен в организме женщины то есть так или иначе это происходит и поэтому эта программа отсроченного материнства это прекрасный выход для женщин для того чтобы получить желанную беременность тогда когда им нужно и конечно же родить здорового ребенка суть технологии заключается в глубоком замораживании клеток и тканей в жидком азоте с возможностью последующей разморозки и использования из каких же этапов состоит эта программа самый главный этап это обследование пациентки для выявления заболеваний репродуктивной сферы и других органов и систем затем проводится стимуляция яичников это гормональная стимуляция которая длится в течение 10-14 дней для того чтобы получить наибольшее количество яйцеклеток которые могут созреть именно в этом цикле дальше проводятся пункции то есть забор яйцеклеток зрелых яйцеклеток язычников эта процедура проводится под наркозом длится не более 20 минут и далее полученные яйцеклетки креоконсервируются замораживаются и когда женщина уже определилась со своими планами когда она уже готова родить здорового ребенка проводится программа ЭКО то есть следующие этапы программы ЭКО это разморозка яйцеклеток успешное оплодотворение и переносом бренчика в полость матки методика креоконсервации яйцеклеток сохраняет для женщины возможность стать матерью в подходящий для этого период времени только с помощью быстрого заморозки яйцеклеток мы можем провести эту программу этот метод креоконсервации яйцеклеток практически не изменяет качество яйцеклетки поэтому это стало возможным ну и конечно же как я уже сказала обозначилась проблема то есть иногда возраст женщины это как раз единственная проблема которая ведет в бесплодие и поэтому конечно же эта программа она сегодня очень актуальна социальные причины не единственные из-за которых женщины прибегают к программе отсроченного материнства если предстоит медицинское вмешательство на репродуктивные органы или химическая терапия тогда специалисты рекомендуют прибегнуть к программе это вполне для женщин доступно то есть если женщина решила и определилась что она запланировала ребенка не сегодня а планирует лет через десять там через пять и понимает что к тому моменту возраст ее будет далеко за 30 то почему бы и нет это доступно она приходит на консультацию мы обследуем определяем что нет противопоказаний к стимуляции проводим стимуляцию как я уже сказала это достаточно безопасный этап в программе ЭКО и ее яйцеклетки хранятся здесь только сколько ей необходимо она спокойно занимается планирует свою жизнь занимается своим здоровьем и действительно это реальность когда она захотела ребенка когда она готова к этому она может запланировать это будет намного легче проще оптимальным периодом для криоконсервации яйцеклеток считается интервал 18-35 лет хранение биоматериала может продолжаться по желанию пациентки от нескольких месяцев до нескольких десятков лет на сегодняшний день процедура криоконсервации это реальная возможность для некоторых женщин родить здорового ребенка в череду праздников когда женщины поздравляют мужчина мужчин и женщин обычно открывает День Святого Валентина можно много спорить на тему стоит ли отмечать этот праздник или нет но если рассматривать его как повод задекорировать все вокруг сердечками и купидонами и говорить друг с другом о чем-нибудь романтичном то почему бы и нет как проходил этот праздник в одном из автосалонов нашего города смотрите прямо сейчас 14 февраля давно перестала быть праздником для парочек став всеобщим днем нежности и романтики для дилерского центра Ауди это повод в очередной раз признаться автовладельцам в чувствах накануне Дня всех влюбленных автомобильный салон наполнился сердцами ароматом роз и шоколада словно сам купидон заглянул на Чечерина 52 для Ауди для нашего дилерского центра любовь, репутация, доверие это самое важное что есть и поэтому в преддверии 14 февраля мы в пятницу решили заранее уже создать атмосферу любви благодарности нашим клиентам именно поэтому сердца поэтому ангела поэтому угощение мы сегодня делали специальное предложение у нас даже есть очень хорошие два контракта мы признались в любви мы показали свою лояльность а наши потенциальные клиенты стали счастливыми обладателями новых автомобилей Ауди на любовь своих поклонников Ауди всегда отвечает заботой внутри автомобиля эта миссия возложена на ассистирующую систему ассистент движения в пробке который позволяет двигаться максимально безопасно в городе ассистенты перестроения дополнительные функции аудио смартфон интерфейс когда меню вашего мобильного телефона практически выводится на меню мультимедийной системы что позволяет вам не отвлекаться на мобильный телефон и видеть основные данные мобильного телефона в мультимедии вашего автомобиля если у классика все счастливые семьи похожи друг на друга то в Ауди все счастливые клиенты уникальны и автомобиль найдется под любой запрос образ жизни, характер и темперамент клиенты увлекаются абсолютно разными вещами есть и спортивные версии автомобилей из линейки S и RS также у нас в салоне представлена машина Audi A4 Allroad которую любят люди кто увлекается активным отдыхом горными лыжами автомобили кроссовер Audi Q7 и Audi Q8 которые опять же позволяют удовлетворить потребности клиентов кто любит такую загородные поездки трассовую езду ну и обязательно активную отдых совершенство технологической мысли дополняет тепло человеческих сердец встречаем клиентов всегда с улыбкой стоя, быстро реагируем даже если он просто зашел посетить салон к нему подходит естественно продавец который в зависимости от его желаний, потребностей предлагает различные услуги ну и каждый человек уже для себя может выбрать тот автомобиль который подходит именно ему исходя из его потребностей исходя из того, что ему нужно из образа жизни и если бы такого праздника не было то его стоило бы придумать ведь это так здорово холодным февральским днем очутиться в атмосфере любви и романтики родительское собрание уборка в детской комнате гаджет в руках ребенка и электронный дневник все эти сочетания слов вызывают если не тревогу то хоть маленькую но озабоченность что с этим делать человечество еще не решило однако многие уже встали на путь решения этих сложных задач о том как выстраивать правильные отношения с детьми в программе Бьюти Тайм рассказал известный прогрессивный педагог Дима Зицер Речь идет о твоем любимом человеке тот кого-то бил и получилось хорошо чему учили тому и научили Дим ты уверен? Уверен девочка должна быть такая полурукодельница полупроститутка мама что с тобой? они же иначе перепутают мальчики они или девочки бы серьезно? Дима Зицер человек, отец, педагог сегодня в гостях у нас здравствуйте Дима и первый вопрос какие сегодня назовем их так тенденции воспитания существуют ведь сегодня все не так как было 150 лет назад 200-300 даже не так как это было в то время когда воспитывали нас конечно есть тенденции но эти тенденции напрямую связаны мне кажется с тенденциями развития человечества вообще-то ну еще 150 лет назад на вашем месте сидел бы только мужчина только мужик с мужиком тенденция конечно тенденция человечество идет вперед и открывает ну какие то новые углы зрения мне кажется это очень здорово и в этом смысле конечно позиция а вот значит там не знаю 200 лет назад детей били или кто-то кого-то бил и получилось хорошо да нехорошо получилось потому и меняются взгляды что получилось нехорошо и получается чаще всего нехорошо то есть может быть никто не погибает но как выясняется может быть намного лучше и от того что сказать да вы здесь сидите а не кто-то другой вы которая понимает я полагаю в своей профессии понимает о чем она хочет спросить что она хочет выяснить но за теми абсолютно то же самое педагогика ведь как устроена почему учили тому и научили ну вот собственно и все учили что сильный должен обижать слабого ну и научили меня давно волнует такой вопрос почему когда ребенок маленький он нас умиляет и радует по любому поводу там первой своей улыбкой первыми шагами первыми словами а впоследствии когда уже лет побольше и например не вовремя решенный пример у нас вызывает ну в лучшем случае отчаяние не досаду а то и просто вот какую-то гамму негативных чувств почему так получается что мы до определенного возраста безусловно принимаем ребенка а потом не безусловно это блестящий вопрос я должен вам сказать просто блестящий который задается довольно редко действительно это этот процесс о котором вы говорите стоит понаблюдать потому что есть общественная рамка некоторая которая давит на нас очень сильно на любого из нас на меня на вас на оператора вашего на кого угодно общество как будто диктует нам что мы должны теперь поскольку так получилось что нас воспитывали или растили в системе координат сравнительной мы бесконечно и сравниваем почему он решил пример так сказать недостаточно хорошо потому что мне соседка сегодня утром рассказала что ее-то внук или ее-то сын решил 40 примеров причем уже в Кембриджском университете он это делает года в три значит в этот момент я оказываюсь в поле давления очень-очень сильного вот и все из этого давления можно выбраться конечно можно как? да в общем мы уже сказали остановиться выдохнуть и вспомнить что рейс идет о твоем любимом человеке что он не машина для решения примеров что он не машина по уборке постели что он не в первую очередь речь идет о том что мы получаем удовольствие от общения друг с другом он будет учиться у вас точно в любом случае Дим ты уверен? уверен Дим откуда ты знаешь? слушайте знаю но профессия моя и наблюдаю да и вы знаете он точно научится решать примеры но было бы круто если бы при этом он еще научился задавать себе вопрос а зачем я решаю примеры? это прям круто это высший пилотаж зачем? не в смысле не хочу не услышьте меня неверно а зачем? это хороший вопрос как мне это помогает понять себя? как мне это помогает остановить отношение с миром? как мне это помогает это? ну в общем вот это вот все да и действительно поэтому пока человек маленький да принято умиляться и по щечке трепать и по головке гладить и вы совершенно справедливо говорите у нас откуда-то огромное количество терпения потому что модель такова что пока он растет совсем малюсенький ну как бы так вот ну что он сам действительно ничего не 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 без мамы ни туда ни сюда поэтому его здесь подвинули здесь обняли здесь поцеловали и так далее чем старше он становится тем больше у него чем больше проявляется его самость вот такое я слово скажу да то есть я азгесим тем сложнее нам становится потому что мы как будто как будто забываем вернее не успеваем научиться потому что мы лично с нами взаимодействуем и он вообще-то не куколка и вообще-то если он не решает какой-то пример то это что-то значит например отсутствие у него ответ на вопрос зачем я это делаю почему маме так вступило почему маме так важно мама что с тобой еще год назад ты умилялась как вы мне рассказываете гладила меня поговорки мама что произошло что изменилось а ты всего лишь с соседкой поговорила мама так ты же взрослая разберись если это важно но сядь рядом со мной решим этот пример заодно ты тоже подумаешь почему пример а не почему мы не сочиняем вместе анекдот потому что соседки пример же решают а понятно очень часто у психологов можно встретить такой совет говорите девочке что она красивая мальчику что он сильный там требуйте от девочки нежности от мальчиков каких-то результатов вот насколько именно в педагогике как бы вопрос гендерности и имеет значение насколько надо на это обращать внимание воспитывая детей мы рождаемся с определенным набором как мы с вами понимаем признаков гендерных в том числе все в порядке теперь вот эта идея того что отходящее к счастью о том что девочка должна быть домохозяйкой там постоянно жарить яичницу вот этому самому человеку в шкуре который добывает там неизвестно что ну в общем с этого начали и мы про это чуть-чуть поговорили уже человечество идет вперед человечество задает вопросы человечество видит себя сегодня сложнее чем видела когда-то мне кажется это правильно и это здорово нет я не думаю честно говоря я не думаю что мальчику нужно говорить ты сильный а девочке ты красавица нет я так не думаю я даже не до конца понимаю почему это так то есть зачем это так обоснование которое я знаю поправьте меня если есть какие-то дополнительные это обоснование тринадцатого века приблизительно все понятно да женщина зачем живет мужика радовать господи воспитывать да мужика радовать а мужика почему надо радовать ну потому что слушайте он же действительно поле пашет он же так сказать там не знаю коня останавливает на скаку а вовсе не она да и так далее и так далее ну разве так мы сегодня живем ну просто живем не так и в этом смысле конечно человеку нужно говорить у тебя получится я буду рядом я тебе помогу вне зависимости от того речь идет о мальчике или о девочке теперь если есть люди которые говорят в этот момент а что же будет как же так они же иначе перепутают мальчики они или девочки вы серьезно вы серьезно на полном серьезно мы про это говорим это связано с другими вещами точно ну конечно слушайте но приведите мне один пример когда когда было наоборот ведь люди которые говорят что мужик должен быть значит вот этот свирепый челюсть в периоде в случае чего вмазать а девочка должна быть такая полурукодельница полупроститутка полу вот такое а то что а дальше что говорят эти люди они говорят а то такое будет какое будет вот какое будет а то ведь они все я не знаю что станут лесбиянками гомосексуалистами прям пример один пример один пример пусть люди приведут один пример один не десять не пятнадцать не надо рассказывать истории выдуманные про я не знаю что-то там неизвестно что да про Европу у нас очень любят рассказать истории а то же что посмотрите что в Европе съездите посмотрите что в Европе и вы удивитесь такие же вопросы такие же проблемы слушайте такие же вопросы вот я да если где-то бываю и выступаю даю им честное слово такие же вопросы систему вопросов да систему координат абсолютно та же самая ну то есть это фобия она надуманная что как и все фобии как и все фобии да 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 совершенно верно теперь в этом смысле разные девочки есть и разные мальчики есть не знаю попробуйте сказать моей дочери 14-летней что какой-то мальчик сможет а она нет да просто это будет оскорбление высочайшего уровня да потому что система координат к счастью или не волнуйся ты знаешь у тебя не получилось но ты же девочка слушайте мне кажется дикое оскорбление какое-то да или мальчику такой ну ничего страшного ты такой грязный у тебя сопля на плече да ну ты же мальчик девочка должна быть красивая а ты ходи ну что это за бред да а девочка не должна уметь постоять за себя да а девочка не должна я знаю принимать решение и понимать как эти решения я не знаю реализовываются а мальчик не должен быть нежным сострадательным ну все должны быть всем плюс к этому естественно в нашем наборе в вашем наборе вот я на вас смотрю но нет сомнения в том что вы женщина и вы смотрите на меня полагаю у вас нет сомнений в том что я мужчина я имею ввиду сейчас не первичные половые признаки как вы понимаете, набор, набор чего-то, мы много кто, да, мы совокупность, я не знаю, характера, национальности, культуры, пола, там, и много-много чего, да. О чем ваша лекция «Эти невыносимые дети»? Судя по названию, речь сегодня пойдет о каких-то конфликтных ситуациях между родителями и детьми, причем не просто конфликтных, а вот прям о точке кипения, о накале страстей. Да нет человека, или редчайший случай, это, знаете, взрослый, который хоть раз в жизни не сказал, да, злит он меня или она. Отлично, это естественно. Мы люди, это главная мысль, я вам заранее расскажу, да, главная мысль – мы люди. У человека есть много-много разных проявлений, при этом чем человек отличается от животного? Да, свобода и воли. Я могу посмотреть на себя со стороны, я могу с этим что-то сделать, произвольно, да. Так что в этом смысле невыносимые дети, ничего страшного нет, невыносимые мужья, невыносимые жены. Мы в разные ситуации попадаем. Теперь, ну дети, в отличие от мужей и жен, до определенного возраста зависят от нас абсолютно. Вот не на 90%, а на 100%. Значит, и ответственность наша выше. Значит, хорошо бы научиться этим что-то делать, потому что самый примитивный путь, он сказал, задушила бы, вот я бы тебя сейчас, и все, ушла, и что? Мне от этого хорошо? Нет. Ему от этого хорошо? Нет. В будущем ему от этого будет хорошо? Нет. Вечер я испортил или испортила? Да. Это мой любимый человек? Да. Я испортил ему настроение или испортил? Да. Зачем? Потому что я не могла или не мог? Ну, тогда мы научимся. Это вообще не очень сложно. То есть, можно так сказать, что в любой ситуации, когда думаешь о том, что дети невыносимые и хочется там, ну... Поступаем так же, как когда думаем, что муж невыносим, мама невыносима. То есть, получается, в этой ситуации надо выдохнуть и попробовать в себе найти проблему? Да не надо искать. Надо выдохнуть. Нет, для начала надо выдохнуть. Это важно. Или вдохнуть, наоборот. Эта фора в несколько секунд меняет наше поведение. Да? Вот из импульсивного она становится минимально осознанным. Ну, водичка попей, что-то, господи, или что, покрепче. Да, спокойно, спокойно. А дальше действуй. Нет, хочешь сказать, наговорить гадости и наговори. Да? Но из головы, а не потому, что в данный момент тебя что-то раздражает. И начальнику ты бы это не сказала, или мужу, возможно, ты бы это не сказала, потому что получила бы что-то в ответ. А ребенку сказала, потому что в ответ ты не получишь ничего. Ну, и как-то удивись этой системе. Спасибо. Большое спасибо. На этом все. Будьте с нами всегда на нашем YouTube-канале BeautyTimeTV, а также на страницах в Instagram и ВКонтакте. Ждем ваши лайки, подписки и комментарии. И до новых встреч в эфире. И до новых встреч в эфире. И до новых встреч в эфире.